Здарова брон, связи Арзик, и ты попал на мой новый видеоролик по Блэк Раше. Многие просили, многие ждали обзор на самого богатого игрока Белгорода. Кензу Индвардс, ютубер, владелец самых топовых бизов, в том числе шиномонтажного центра. У него есть огромное количество фулблотсимок, самые дорогие скины на сервере. Вы узнаете, сколько он зарабатывает, хотел ли он продавать верты, были ли у него проблемы с администрацией и много-много других вещей. Не буду затягиваться с туплинием, ну и погнали к сути видоса. Также напомню вам, что сегодня разыгрывается 250 блоккоинов среди всех комментаторов, которые напишут комменты 4 слов, а также будут подписаны на канал. Итоги розыгрыша прошлого видеоролика будут чуть дальше в видосе, а остальным желаю удачи. Представься, расскажи немножко о себе. Всем привет, меня зовут Даня, мне 16 лет. Ну на данный момент, так сказать, занимай свой ютуб канал, снимай ролики, трачу миллиарды и все это выкладывай на свой ютуб канал. Да и в принципе все. Переходим к обзору имущества. Покатили мы уже на его М5 в 90 ППС к домику на Рублевке. У него 25 уровень. Как мы видим, стоит прямо сейчас, в данный момент, фулблат номер 777. К слову, у него таких действительно много. Вот, к примеру, другие симочки. Также цены, за которые он их брал, на ваших экранах. Подгрузил он на свой автопарк. Многие тачки, как вижу, тут как Феррари в 40, в принципе, из Блэк Пасса. Ну и главная черта, что они, блин, на Спорт Плюсе. Что действительно очень круто. Номера в целом дефолтные на них стоят. А вот ППСка действительно модный агрегат. Номера, как видите, фулблат. О-о-о. Ну и в целом все остальное просто на Спортей. И такое, ну плюс-минус дефолтненькое. Кстати, на их сервере его сет из венка, бабочек, скина, негра и кейса градиента стоит действительно много. Потому что до конца Блэк Пасса, когда вышел сервер, осталось буквально 15 дней. И немногие успели его пройти. И, соответственно, скины эти стоят просто огромной суммы. Он еще, кстати, закупил подоны скинов себе, чтобы они у него хранились. Сейчас они в целом стоят гораздо больше, раза в два, от тех цен, которые он сейчас назвал. Также у него есть домик на Рублевке. В целом вот такой вот красивенький. На всех серверах он, в принципе, одинаковый. Но, насколько я знаю, такие дома довольно-таки отличительные своей ценой от других домов на Рублевке, кстати. Еще один бизнес у него. АЗС и магазин 24 на 7 около БУ. Браво на ЗС-ку за 800, какая сейчас дают 1,5 лярда. Меня, кстати, задеймили. АМАГАС он дает. Браво за 735, какая дают пока что 835, какая финки в целом на ваших экранах. У него есть шиномонтажный центр, финка которого тоже на вашем экране. Браво он его за 700, какая месяц. Финка сейчас очень хорошая, как вы видели. Таю сейчас за него уже 2,1 кк. Кстати, игроков, которые смогут действительно взять этот бизнес, не так много. То есть, как бы, топ-2 человек по имучке имеет 7 ккк. Ну и он является владельцем техцентра. Также он собирается скоро открывать семью, об этом, опять же, поговорим еще чуть позже. Но семью он собирается открывать исключительно для души, потому что, как бы, ну, человек уже всего добился в игре своими деньгами, ё-моё. Сколько ты зарабатываешь каждый день? Если я выполняю все квесты на 100% еще топлива, будет у меня флоу всегда все сутки, то можно, так сказать, 20 плюс у меня есть финка. А так, в общем, у меня всегда 80%, так еще ЗС-ка очень часто пустая. Поэтому в день у меня там 15-17 минут стабильно. Играешь вообще на других серверах? Нет, другие сервера я не посещаю тупо по одной причине, потому что у меня тупо нет времени. Вот тот же самый сервер Белгород, где у меня есть бизнесы, я там выполняю норму и все. То есть, я туда захожу на 20 минут, на 30 минут, чтобы выполнить квесты, чтобы мой бизнес не слетел, да и все, в принципе. Так, у меня времени нету, поэтому туда не захожу. Ну а в прошлом видеоролике победил вот этот замечательный комментарий. Отпиши мне в телеграмме ВКонтакте, который видишь на своем экране в течение трех дней. И я направлю на твой аккаунт 250 блэккоинов. Пиши обязательно с пометкой хэштег конкурс вначале и предоставляй доказательства о том, что аккаунт Гуглу принадлежит именно тебе. Были ли проблемы с админами? Ну смотри, в будущем на сервере Белгород я изначально планировал открыть топ-1 семью на сервере, но как-то рутинный ход, времени нету. Но сейчас я уже собрался и в январе планирую туда закупить автопарк на 2 миллиарда. А после этого, я думаю, открою семью и там будет все нормально. То есть, я буду занимать сюда топовые места в рейтинге семей. Ну, разумеется, первые места. И, конечно же, после топовой семьи я хочу либо техцентр, либо сталинг-центр. А то можно сразу техцентр иметь и сталинг-центр. А шинку с АЗСК и магазом мне, кажется, не придется продать. Типа, я всего добился, у меня есть фуллблат сим-карты, фуллблат НЗ. Типа, в чем мне еще добиваться? Так-то, либо семья, либо вот эти вот бизнесы, техцентр и сталинг, все. А с сервера Белгород мне пока что ничего не надо. Потому что я планирую переходить уже до нового сервера, там снимать и там уже развиваться по-новой. Были ли проблемы с админами? Да, подобные случаи у меня, конечно же, были. Вот, например, у меня был случай, что где-то, не знаю, на третий месяц открытия сервера, либо же на втором, кто-то купил на мой аккаунт, то есть 5 миллионов рублей. Как-то узнали мой банковский счет, туда закинули 5 миллионов рублей, кинули жалобу, якобы я купил верты. Потом меня забанили. И в конечном итоге мы разобрались с тех специалистов, меня разбанили, сказали кинуть все благотворительность. Типа, я кинул в благо, все, ко мне претензий не было. В принципе, все. Ну смотри, то есть я могу потратить на сервере и 30 минут игры, могу и потратить 4 часа. Ну, от чего зависит, типа, моя трата времени. В 30 минут я захожу, чтобы выполнить квесты, чтобы он бизнес не слетел, разумеется. А 3-4 часа я там захожу делать ролики, то есть я там какие-то конкурсы провожу, раздаю деньги, что-то еще делаю, там продаю бизнес и покупаю бизнес, что-то продаю, ну и так далее. Вот, на это я уже трачу 3-4 часа. А так в основном у меня, ну, 40 минут за, типа, среднее время моей игры это 40 минут. Очень редко, там, раза два в неделю, это по 3 часа ради ролика и все. Продавал когда-нибудь виртуальную валюту? Нет, такого никогда не было и точно уж не буду. Я просто не могу принять игроков, которые тратят время, там, по 12 часов в день, там, не знаю, накопили 200-300 миллионов, а потом продали. Типа, ради чего они-то сделали? Просто потратить, так сказать, время впустую ради каких-то, там, копеек, ради, там, не знаю, 10-ти, либо же 15-ти тысяч рублей. Типа, смысл в этом я просто не понимаю. Что можешь посоветовать новичкам для того, чтобы добиться таких же результатов, как и у тебя? Например, если дать совет игрокам, которые фармят деньги, то есть они зарабатывают все до лазера, либо же с инкассатора, во-первых, самое главное, это терпение. То есть за первый месяц игры вы не сможете купить какой-либо бизнес, там, свинка миллион, полтора миллиона, либо же два миллиона. Вам нужно потратить на это 2-3 месяца, а то и более, чтобы купить хороший бизнес. Также вам нужно вкладываться, то есть инвестировать ваши деньги. Не просто охранить на балансе, скупать аксессуары с блокпасса, сим-карты, те же самые машины, номерные знаки, ну и так далее, что-то покупать. Ну, а самое главное, так сказать, на первом месте, это не ходить на какие-либо лудоманские игры, ни в казино, ни на конты, вообще никуда. Это просто смыв экономики, то есть казино и конты, они, так сказать, убирают экономику, смывают экономику, делают ее чище, и все. Так вы там ничего не поднимете. Даже если поднимете, вы в конечном итоге там все оставите, еще, так сказать, в 3 раза больше, чем подняли. Поэтому не ходите туда просто и все. У вас будет все нормально, по моему опыту. Ну что же, на этом наш замечательный обзор подошел к своему логическому завершению. Если Кензу вас заинтересовал, то ссылочка на него будет в закрепленном комментарии к этому видеоролику. В целом, можете перейти и посмотреть на его контент. Но на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в новых видеороликах. Ну и, кстати, на старые тоже можете заглянуть. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok